всем привет говорит и показывает москва с вами андрей и сегодня у нас обзор второй мега фигурки из мультипликационного сериала quantum heroes dinaster в данном случае stego blast wing вот такой вот робот от компании альфа групп до этот раз оговорился сказал uranium heroes нет это quantum heroes ну что ж снова такая гигантская коробка на этот раз робот где-то в полтора раза больше предыдущего то есть коробочка заполнена на все сто процентов самое то по всей видимости компания как раз просто одноразмерные коробки сделала чтобы на этом сэкономить у меня такое типа безотходное производство получилось вот как раз хозяин этого робота продал свой предыдущий новогодний подарок и фактически за вырученную сумму получилось приобрести такого красавца тоже мне это ни во что не стало ну что ж давайте посмотрим на робота поближе на упаковочку и так коробка очень большая поэтому будем вот так частями смотреть здесь мы видим dinotrack dinobot дальше трансформер два в одном ну то есть у нас получается стегозавр птеродактиль машина самолет и собирается в одного большого робота тот же самый принцип что и в предыдущем так здесь у нас два еще персонажа из этой команды альфа группы здесь у нас CGI имидж этого самого стега бласта стега бласт винга вот здесь лого а а здесь у нас блога альфа группы давайте повора вращаем слева опять у нас такой же имидж по моему точно такой же дизайн как предыдущий коробки с этой стороны немного измененный потому что внутри другой робот так сзади у нас обязательное промо фото так опять здесь все вариации в данном случае вот это текущий вариант это предыдущий то что мы смотрели и опять взаимные комбинации и один большой супер робот ну и давайте посмотрим снизу коробки данный производителя зафиксируем когда что произведено и здесь мы видим в данном случае игрушка произведена 1 августа 23 года или 8 января 23 тут не совсем понятно да ну и сам робот у нас конечно где-то в полтора раза больше от предыдущего и выше и шире и в плечах так сказать то по моему 30 сантиметров просто не убил у кого этого посмотрим так ну где-то вот поверх этой его худи это 34 сантиметра а если до головы тогда 31 где-то снова используется вот тот классный abs пластик твердый единственное что вот эти вот крылья вода здесь уже пивеса используется мне так понимаю здесь острая конструкция идет такая да вот дизайн видимо чтобы обезопасить детей сделали из более мягкого пластика но тем не менее основная фигура вся из классного вот этого твердого хрустящего пластика и в отличие от предыдущего робота посмотрите какая детализация то есть здесь панельки кругом мелкие элементы вот эти полосочки здесь куча деталей уже просто так такого робота не нарисуешь я вот так сказал вот видите как он блестит давайте пониже чуть спустимся посмотрим на его ноги мисс трансформер большим вот настоящий супер робот так ну что же давайте посмотрим на аксессуары которые шли с ним ну во первых это такие голографические наклейки опять блестящий супер шикарный вот такая деталь хвост для птеродактиля вот такие вспомогательные панельки количестве двух штук и кстати можно установить сразу вот сюда я так понимаю здесь вот для них слоты вот так ну как то вот так вот если все правильно сделал и еще один аксессуар это фактически инструкция такая классная опять у нас альфа групп так давайте бегло посмотрим здесь опять что в наборе как комбинируется куда наклеивать наклейки далее трансформация стигазарда машина сначала потом стигазара так это у нас птеродактиль сначала это космолетик потом подсоединяется ножки и получается птеродактиль вот так ну а дальше идут опять взаимные комбинации различные этих двух наборов уже фактически и вплоть до метатрона это уже комбинация из двух больших вот такая инструкция ну подробненько показываю может быть у кого-то инструкция затеряется всегда можно посмотреть нажать на стоп-кадр и помочь себе в трансформации вот так окей но и церемония набора орда еще же пушка вот такая едем дальше окей давайте посмотрим на робота поближе этого красавца вот такой вот золотые синие белый цвета черный очень круто с этого боку сзади вот так что по артикуляции голова снова не двигается этот элемент на этот раз вращается есть локоть вот такой то есть меньше 90 градусов поворота снова нет кулачок у нас только задвигается для трансформации не поворачивается так стали снова нет поворота нет есть шпагат за счет трансформации так давайте мы эти штуки снимем видимо не так крепятся вперед-назад поворота значит нет есть коленка коленка не глубокая вот такая условная ну и снова никакой артикуляции в стопах окей давайте попробуем трансформировать сначала снимаем вот этот гигантский бэкпак далее отсоединяем вот эту часть робота и присоединяем вот сюда вот эти элемент вот так продолжаем наш безудержный партформер работаем с верхней частью отсоединяем руки вот так далее берем голову поднимаем поворачиваем вот так и пускаем вниз вот так далее откидываем вот эти элементы раз и два вот так берем руки и убираем вот эти пеги а также задвигаем кулачки раз и два далее берем руку и делаем вот такую вещь раз вошло во все пазы и здесь тоже самое вот так далее берем эти элементы и совмещаем слот пэк слот пэк вот так вот так вот так откидываем вот эти панельки так берем вторую деталь и совмещаем вот эти пеги вот с этими слотами черными окей пробуем вот так идеально после этого закрываем панельки вот так формируем кабину следующий этап опускаем колеса сзади и этот тоже чик и финальный штрих закрываем вот эти панельки вот они должны тут вот этот как бы пэк зайти под вот этот вот козыревчик вот так все собственно трансформация в грузовичок окончена единственное последнее остается установить пушку а устанавливается она просто вот в этот слот вот таким образом вернее вот таким вот так ну что ж классная машинка так теперь давайте в стегозавра снимаем пушку поднимаем голову вот такую классную далее вот этот элементик еще вот так потом колесик сюда и весь этот элемент достаем на рву вот так здесь то же самое вот так потом так и весь элемент наружу вот так далее выпрямляем лапки вот так вот так передние лапки готовы далее займемся задними ногами убираем колесики вверх вот так достаем лапы на щелчках вот так финальный штрих достаем хвост стегозавра вот так вот ну что ж тут по напоминающей стегозавра в принципе имеется вот такой стегозавр да вот задняя часть чуть выше приподнята ну типа как у стегозавра действительно кстати стегозавр это один из моих любимых динозавров детства вот так какое-то лицо как утенка точнее мордашка да и ну и по прежнему можно хранить на нем его пушку вот так вот таким образом едем дальше так теперь режим дина трака для этого нам надо сначала вот эту недостающую деталь прицепить сюда это когда в режиме робота на глупо смотрится слишком низко болтается вот первый значит момент на щелчках поворачиваем эти крылья не знаю почему называется дина тракт хотя это наверное какой-то самолет вот так далее мы снова снимаем вот эти панельки многострадальные далее берем вот эти панельки и сверху устанавливаем на дина тракт здесь вот здесь вот об обратно крылышко но с этой стороны вот так вот так вот так вот так режим дина трака готов ну тип такой звездолётик гигантский ну ка размах крыльев у него 33 сантиметра окей переходим режим дина бота эти элементы поворачиваем сюда расправляем крылышки ну или что перышки и здесь тоже вот так и выдвигаем голову вот так шею так сказать вот так далее берем наши ноги и поворачиваем их вот так вверх вот так следующая манипуляция сгибаем в обратную сторону колени как вот так и вот разворачиваем нашу конструкцию в эту сторону можно чуть-чуть ножки вот так вот расставить и надеваем вот эту вот верхнюю часть до верхнюю часть тела динобота тиродактиля вот этот пэк нужно совместить вот с этим слотом аккуратненько пробуем так ну что все совмещено но в итоге получается вот такая гигантская жар птица вот такая вот можно конечно прямо ноги сделать нужно расставить вот так если все правильно сделал вот так те работ окей ну в плане эпичности конечно и эти боты делают предыдущий сет вот но понесу разности наверное этот птеродактиль обгоняет всех так что ж мой рейтинг самый классный это raptor трон на которую именно raptor да вот красный потом наверное мне больше всего понравился стега завар трон мы буду так называть по название назову потом анкилозавр трон и самый дичь это вот этот птира дон тиро дона трон вот окей если кому-то интересно комбинация всех этих ботов и сборка основного главного как он это трона да вот оставайтесь на связи следующее видео постараюсь сделать по комбинации всех этих малышей всем спасибо за просмотр всем пока